Добрый день! Сегодня на ремонте плата блока питания телевизора Toshiva модель PE3630-01UN. По словам владельцев, ее уже пытались отремонтировать, но как мы видим тут, выпаян один вывод сетевого электролитического конденсатора, более никаких следов пайки не выявлено. Собственно, сама плата содержит два источника питания, это дежурный 5 вольт и 12 и 24 вольта. 12 вольт идут на питание материнской платы, 24 вольта питания драйвера LED-подсветки. Итак, первым делом проверим, что же у нас с самой платой. Видим, предохранитель в обрыве. Товички у нас присутствует короткое замыкание. Сейчас же необходимо будет понять, какой источник питания у нас проблемный. Ну и смотрим. Транзистор U301, по всей видимости, пробитый. Ну и также второй транзистор U302. Проверю диодный мост. Ну, это короткое замыкание перевычки. Сейчас необходимо будет выпаять транзисторы и уже проверим их. Выдастить мешает клей. Так, обильно тут все налито. И проверяем транзистор. Пробит данный транзистор по всем переходам. Пытаюсь показать модель транзистора. Это K4A60DAR. Итак, теперь же проверим, ушло ли короткое замыкание. Ну и также пробежимся по остальным деталям. Краткого замыкания нет теперь. Теперь второй транзистор. Ну и у нас вот на переходе сток и сток имеется, по всей видимости, пробой. Транзистор U302. Это транзистор U302. Тоже самое модели. Как видим, имеется пробой. Ну и также пробегусь по всей мелочевке с обратной стороны платы. Продолжение следует. Схемы блока питания на данный телевизор я не нашел. Нашел лишь максимально похожую. Это картинка обычная, причем не самого хорошего разрешения. Отличается она лишь только тем, что в этой схеме имеется модуль PFC. В данном же блоке питания, который я ремонтирую, этого модуля нет. Вот этот кусок схемы, это источник 5 вольт. Сама шимка запитывается через простой стабилизатор напряжения на одном транзисторе и стабилитроне. Причем запитывается не только сама шимка 5 вольтового источника питания, но и также шимка основных напряжений. Это 12 и 24 вольта. Данная шимка это SSC 9522S. Как видим это двухтактный источник питания. Запускается данный источник питания 12 и 24 вольта через вот такую вот схему запуска на двух транзисторах. При подаче сигнала PSON у нас через оптопару сигнал подается уже непосредственно на транзистор, который открывается и уже идет питание на саму шимку. Сейчас необходимо будет заменить неисправные транзисторы. Также необходимо будет выяснить по какой причине данные транзисторы вышли из строя. Также проверим в каком состоянии у нас сетевой электроэлектрический конденсатор. Продолжение следует... Емкость 82 мкФ на 450 вольт. Как видим 78,5 мкФ. То есть емкость соответствует своей норме. В процессе осмотра были обнаружены множественные микротрещины в пайке. Микротрещины могут повлиять на нормальную работу полевых транзисторов. Скорее всего это и стало причиной выхода из строя данных двух транзисторов. Сейчас подготовлю место под пайку новых транзисторов. Транзисторов. Вот они наши старые транзисторы. Это K4A60DAR. Устанавливать я буду IRF-BC30. Сейчас необходимо будет подогнуть выводы транзистора. Вот таким образом это все выглядит. Смотрите. И так сейчас демонтирую неисправный предохранитель и вместо него установлю лампу накаливания. Продолжение следует... 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 и смотрим индикатор питания нам говорит что телевизор у нас сейчас находится в дежурном режиме или вожу его рабочий смотрим телевизор включился сейчас подключу антенну к телевизору что у нас там изображение видим изображение есть после сборки подключаем телевизор видим телевизор запустился без проблем а когда принесли сам телевизор в общем сказали что перед тем как он вышел из строя в это время это примерно две недели самопоизвольно включался и отключался а скорее всего это было связано с наличием микрофлечен в пайке в общем непонятно почему не смогли его отремонтировать в другом сервисном центре ломка оказалась довольно таки несложной в общем надеюсь данное видео было кому-то полезным всем спасибо за просмотр до свидания субтитры подогнал «Симон»